Наш выпуск продолжит дайджест новостей ДНР. Участок трассы Ясиноватая Горловка в районе Ясиноватского блокпоста за последние несколько дней стал горячей точкой на линии соприкосновения в Донбассе. 7 марта в силовых ведомствах ДНР сообщили о захвате украинскими военными участка территории в буферной зоне вблизи трассы. Занятых позиций, ВСУ открыли огонь по гражданскому транспорту. В Министерстве обороны Республики заявили о закрытии автомобильного сообщения между Донецком и Горловкой. Командование ВСУ возвращается к своим старым планам – отрезать друг от друга ключевые города ДНР. Первыми должны стать Донецк и Горловка. Это открывает им возможность дальнейшего продвижения вглубь территории Республики, заявили в Министерстве. Жители Донецкой и Луганской народных республик могут беспрепятственно пересекать границу Российской Федерации с паспортами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Управление пограничной службы ФСБ России по Ростовской области. Автомобильные номерные знаки, выданные в республиках, также признаны Российской Федерацией. Лица, имеющие автомобили с номерными знаками, выданными в ДНР или ЛНР, имеют полное право передвигаться по территории Российской Федерации, как участники международного движения, сообщили в ведомстве. Республиканский сотовый оператор «Феникс» объявил о запуске мобильного интернета. Пока в тестовом режиме. Как отметил директор госпредприятия Андрей Рудниченко, на данный момент в разработке находится и проект 4G интернета. Приобрести стартовый пакет «Феникса» можно в любом почтовом отделении республики. Потребителю он обойдется в 120 рублей. При ежемесячном платеже – 50 рублей. За эту сумму пользователь получает право на безлимитные звонки и сообщения внутри сети, а теперь еще и на интернет.